Добрый день, Елена Христофоровна. Добрый день. Очень приятно с вами сегодня встретиться. После выборов прошло определенное время. И сегодня мы поздравляем вас с избранием. Это доверие всех наших северян. И думаю, что в новом созыве вы будете работать во благо именно нашей Арктики. Наш северный 33-й округ в этот раз расширился, добавился Кобяйский район. Он округ стал интересный, сложный. Как вы сами относитесь к этому? 15 лет этот округ был одного направления. Это вопросы традиционных видов хозяйствования. В основном оленей, да, и родовых общин. А с присоединением Кобяйского района оно расширилось такими вопросами, как развитие промышленности, дорог, что интересно. Вопросы развития транспорта, малой авиации, чистой воды, здравоохранения. Есть над чем работать. Глава района Левин Иван Иванович избран второй раз. Это говорит о том, что население доверяет ему. И есть планы, которые надо претворить в жизнь вместе с ним. Содержание работы полностью изменится в моей чисто депутатской работе. Со мной вместе по партийному списку прошел Александр Владимирович Сусоев, представитель Кобяйского района. Это, конечно, радует. И я надеюсь на благотворную работу. Любой вопрос, который поднимается народным депутатам, он должен взяться, как говорится, по-простому, карандаш и прослеживаться. В выступлении во время сессии депутат готовится. Какие вопросы поставить, как говорится, перед правительством республики, чтобы они потом это отрабатывали. Это не просто так. Поэтому то, что состав комитета по вопросам карьерных мастерских народов и делам Мартики, если будет сильный, то вопросы, которые мы поднимаем на федеральном уровне, на региональном уровне. И самое главное сейчас мы должны все-таки обратить внимание на муниципальное образование. Есть у нас закон о территориях традиционного предопользования. И если посмотреть на карту России, только в республике Саха-Якутия территории традиционного предопользования образованы на уровне местного самоуправления. Это территории местного значения. Федеральным законом так прописано. Это очень такой близкий к населению статус, когда население берет на себя обязанность, когда население чувствует, как по-простому говорить, дыхание земли, как дальше рыбачить, как дальше охотиться, как дальше развивать местное производство. Все это передано местному самоуправлению. И вопросы взаимоотношений, недропользователей с местным населением. Это тоже работа глав муниципальных образований. Если сейчас проанализировать, сколько вопросов было рассмотрено на уровне представительных органов с такой темой, то мы увидим, что почти нет. Хотя парламент республики принял такие основополагающие для этого законы. Например, возьмем закон о социальной ответственности бизнеса в республике Саха-Якутия. Это закон, который подчеркивает, что муниципальные образования могут подписывать соглашения, договора. Хотя в федеральном законе нет такого понятия, но республика, понимая, что будущее нашей республики связано с развитием промышленности, мы, вот парламент республики, на это уделяем внимание. Кроме этого, у нас есть закон об этнологической экспертизе. Этот закон изучается учеными, общественниками, политиками разных стран, можно сказать, даже нашей страны. И на экспертном совете в марте месяца, который прошел в этом году, позицию и те меры, которые приняты благодаря принятию закона об этнологической экспертизе, признаны самыми лучшими практиками в отношении, в взаимоотношении недропользователей и коренных малочисленных народов. Это закон, который мы гордимся. И самое главное, это закон, благодаря руководству республики, оно под государственную ответственность. За введение вопроса отвечает Министерство Арктики и развития народов Севера. Какие задачи мы сегодня ставим? Готовимся к проведению круглого стола. В земельном кодексе принято было решение о реорганизации муниципальных унитарных предприятий. Таких предприятий не должно быть в 1935 году. Но регионы могут учитывать свои особенности. Но какие особенности? Над этим мы должны работать, чтобы на федеральном уровне в законе о гарантиях прав возможно или в этом земельном кодексе Российской Федерации были уточнены позиции арктической зоны. Вообще арктическая зона без государственной поддержки, преференции в отношении развития сельского хозяйства, традиционных отраслей хозяйства не может развиваться. Это доказано давным-давно. И в советское время вот это различие оно обязательно придерживалось. Сегодня мы увидим размывание понятий ответственности за развитие Арктики. В связи с тем, что есть у нас программы, которые поддерживают при строительстве, переходе с ветхого жилья на новые, дается право гражданину выбора. Квартиру он может выбрать в своем районе наследия или выбрать в городе Якутске. Ну вот и мы видим результаты вот этого решения, статьи, закона, в котором вот это право было дано, выбора. Но никто не имеет права, конечно, человеку говорить, ты обязан жить в арктической зоне. Но видим вот результат этого решения. Отток населения начинается, нехватка кадров в сфере образования, здравоохранения. Ну, эти вопросы, которые мы дальше будем обсуждать, работать над этими вопросами. И самое главное по муниципальным унитарным предприятиям, благодаря сохранению мупов, мы считаем, сохранили оленеводческие стада в таком виде, какие они сегодня есть. Хоть немного, но видим увеличение количества оленей. Это те меры, которые приняты на уровне нашего правительства. Елена Христофоровна, в декабре у нас будет проводиться первый Республиканский съезд учителей родных языков. Это очень значимое событие для всех нас и для всей нашей общественности. Скажите, пожалуйста, какие меры поддержки предусмотрены для именно учителей родных языков, коренных народов Севера? Увидеть всю картину на уровне России и в каком состоянии языки коренных малочисленных народов это было с одной стороны больно, с другой стороны то, что обратили внимание этим вопросом. Создался фонд по родным языкам. И потом, значит, сегодня на каком уровне Республика Саха-Якутия решила провести первый съезд коренных учителей по родным языкам коренных малочисленных народов. Это большое событие будет, потому что именно Якутия, наша республика, стала инициатором многих-многих российских начинаний. Мы надеемся, будет обращено внимание заработной плате родных, не только коренных малочисленных народов, но и якутского языка. Если сравнить якутский язык с коренным малочисленными народами, то язык якутский в обиходе, в общении. Все передачи наши, книги выходят, и все население понимает, на родном языке общаются благодаря той политике, которая ведется. И вот по родным языкам коренных малочисленных народов нет среды общения. Поэтому, конечно, много-много вопросов, над которыми нам необходимо будет во время съезда поработать и до съезда поднимать эти вопросы по всем направлениям. Особенность подхода к вопросам национальной политики у нас в республике такая, можно сказать, особая, теплая, можно сказать. И мы сами должны быть активны. И я надеюсь, СИЕС примет такие решения, которые потом дадут импульс развитию этого направления. Ну и носители, как раз по юганкирам, чучам, народам, носители языка бы нам это стимулировать. Они, если они уйдут, то и язык уйдет с ними, и будущее народа уже. Как дальше будем работать, как дальше жить, развиваться. Слово развиваться все равно должно существовать. А для этого должны быть активны мы сами. Мы ждем от съезда очень много, многих решений положительных. И вот мне очень нравится, что вы говорите о поддержке носителей именно языка. Они уходят на самом деле. Время неумолимо идет. И если не секрет, что надо финансово, наверное, подпитывать, поддерживать именно носителей, которые еще сохраняют свой родной язык. Ну мы недавно говорили с работниками культуры по Максиму Дудкину. Это единственный носитель, можно сказать, горлового такого пения, архиологического пения. К сожалению, он не теряется у нас. Мы просим Министерства культуры открыть школу Дудкина. Вот он бы привлек и молодежь, и вообще вот это направление возвратил бы. И когда присутствует Максим, в любом предприятии мы видим, слышим музыку и пение природы того поколения, которое когда-то жило. Сразу в раздумьях подальше, как же дальше вот сохранить все это, да, особенности археичного пения. Не всем дается, это тоже беседа. Елена Христафоровна, будет ли ставиться вопрос о школе Дудкина на нашем съезде, который состоится в декабре? До съезда нам надо встретиться с министром культуры и духовности. Вот все вопросы, которые вообще вносятся на уровне съезда, сложные, которые требуют финансовых вложений, должны до съезда проговариваться и найти свою нишу в предложениях съезда. Действия должны быть конкретные, ответственные должны быть, которые должны взять на себя решение этого вопроса. Сейчас мы смотрим на решение последнего съезда Ассоциации коренных малосисленных народов. Там то, что касается государственного собрания, четыре вопроса есть. Мы все решили, я этому очень рада. Поэтому вот съезды, они важны. Важны в том плане, что человек, руководители, министерства берут на себя ответственность за какой-то промежуток времени. Если говорить о оленеводстве, у меня вопрос по родовым общинам. Родовых общин становится больше с каждым годом. Поддержка есть в виде закона. Но в то же время сами общинники говорят о том, что очень высокие налоги, расходы очень большие. И хотелось бы спросить о мерах поддержки именно родовых кочевых общин. насколько они сегодня защищены. Если посмотреть по количеству родовых общин, вроде бы у нас есть, но вот как раз муниципальные программы должны быть. Ни у одного района нет муниципальной программы поддержки родовых общин. Говорят, это же частники. А мы, предприниматели, это же частники тоже. Промышленность тоже частная у нас. Налоги от налогов мы освобождаем полностью. И вот вопросы вообще-то о гарантиях прав коренных муниципальных народов, закон Российской Федерации, требуют, чтобы традиционные хозяйственные вели безвозмездно. Это значит освобождение от всех. Это же образ жизни, который человек выбрал себе. Их не так много. Поэтому вопросов, которые мы должны на уровне Федерального агентства по делам национальности, и, кстати, на съезде у нас будут гости Федерального агентства национальности России, Ассоциаций коренных муниципальных народов и лидеров ассоциаций субъектов Российской Федерации. Это будет очень такой съезд значимый в жизни коренных малосчисленных народов Российской Федерации. Потому что Республика Саха-Якутия считается, я еще раз говорю, инициатором многих законов, которые стали федеральными. И мы стараемся доводить до руководства страны, что есть необходимость обратить на это внимание. Арктику ожидает большие изменения, масштабные, говорим, изменения. При поддержке Алексея Ильича Ильимиева у нас вот со следующей недели будет работать перед принятием бюджета рабочая комиссия по обеспечению продовольственной безопасности и развития логистических центров, которые строятся во всех районах Айсену Сергеевичу. Большое спасибо. Но вот оно должно найти финансовую поддержку в бюджете Республики. А как будут задействованы населения? Как решить вопросы, которые... Мы же не все будем завозить извне с такими ценами. Рабочая комиссия выработать должна предложение и направить председателю правительства Республики. И мы надеемся на тоже действенные, неординарные меры, которые должны приниматься быстро. Не ждать 5-6 лет, да? А быстро, в течение года. Это вот так очень важный указ главы Республики. Первый, который касается борьбы с бедностью населения. Это вопросы. В первую очередь человек должен иметь что? Работу. Работу, которая оплачивается. Я уверена в том, что все эти вопросы мы решим сообща, совместно. Особо я хотела бы обратиться к главам муниципальных образований. Когда глава муниципального образования далек от вопросов оленеводства, ни разу не был там в оленеводческом стадии, ни разу не решал вертолет-часы для детей, которые выезжают летом и все время ссылаются на трудности, что нет денег, да? Вот там уже идет спад. Но самое главное мы теряем то, что пытались сохранить много-много веков, вот, исторически, да? Даже сольги освобождали от всех налогов. Людей, которые жили в соответствии с природой. Им много не надо. Им нужен вот тот образ жизни, который сохранили наши предки. И мы должны делать все возможное, чтобы... А для чего глава становится главой? Для того, чтобы сохранить вот там, где национальные районы, там, где олени. А куда пойдут эти оленеводы-то работать дальше? Никуда. И вот поэтому это вопросы очень серьезные. Это политика, сохранение коренных малочисленных народов, ведущих в кочевой образ жизни. Елена Христофоровна, Вы, как профессиональный парламентарий, поднимаете очень много вопросов, работаете. И наверняка с прошлого созыва остались те моменты, те вопросы, которые плавно перетекают в нынешний созыв. Это наша работа Парламента Республики и Ассоциации коренных малочисленных народов в федеральном законе о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Мы ввели совершенно новый раздел. Первая статья... Раздел называется «О государственной поддержке коренных малочисленных народов в арктической зоне». Первая статья в России, что должен быть совет, этот совет работает. И очень хорошо работает. Спасибо, пользуясь случаем, хочу сказать, Августе Дмитриевне Марфусаловой и Александру Андреевичу Кугаевскому. Они второй раз остались. Вторая статья говорит, что федеральная программа должна быть о государственной поддержке традиционных видов хозяйственных. Как раз вот эта программа будет всегда, потому что внутри закона. И третья, которая открытая сегодня стоит, это резиденты, недоропользователи, которые должны взаимодействовать, развивать эти территории. Вот третья статья у нас пока не о чем говорить, потому что она ведется Министерством Дальнего Востока развития. Надеюсь, мы примем такое же решение и внутри своих республиканских законов. Это наша задача на этот созыв. Федерального закона, кстати, реализацию видеть у себя, на своей территории. Пока этого нет. Мы над этим вопросом будем работать. Спасибо.